258 тысячи. Сегодня музею Тысячелетия Казани исполнилось 10 лет. Все это время его сотрудники по крупицам восстанавливали историю нашего города. Теперь казанцы знают практически все о мечети Кул-Шари в Кремле и башне Сюмбике. А вот историю самого национального культурного центра знает далеко не каждый. Сегодня наша съемочная группа пообщалась с историками и готова рассказать об интересных фактах этого центра. Уникален НКЦ в первую очередь своей стелой. Полуженщина и полуптица по имени Харият возвышается над Казанью уже с 96-го года. По задумке авторов анализ отворяет свободу. Однако мало кто знает, что этот мемориал постоянно находится в движении. За 40 минут он совершает полный оборот вокруг своей оси. Позолоченная, как живая. Высоту Харият достигает 6 метров, а сама стела 40. Таким образом, это сооружение заметно из любой точки города. Построили НКЦ в 1981 году. Однако тогда его называли Музеем Ленина. Причина переименования центра – развал Союза. А может и пожар, который зафиксировали в 90-х годах. Но как бы там ни было, значимость этого комплекса только укрепилась. И все благодаря обычным людям. Использовали мрамор. И вот камни привозили из различных регионов Советского Союза. Изнутри, чтобы оформлять. Но ведь не стали мы все это менять. Потому что все было сделано руками наших же людей. Общая площадь НКЦ – 11 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь футбольного поля – всего 7 тысяч. Здесь расположилось 5 музеев – танцевальные, музыкальные кружки, а также уроки рукоделия. Танцы, песни – все здесь есть. Это комплекс, который позволяет развиваться личностью в том направлении, в каком она хочет. Раньше практически все новогодние вечера и утренники проводились в НКЦ. А танцы в мраморном зале продолжаются до сих пор. Здесь когда-то строили и ледовые городки, и самодельные горки. Одним словом, НКЦ было местом семейного отдыха. Во дворе всегда бывали новогодние елки, ледяные горки. И с внуками ходили, и было очень весело, и хорошо. Всегда было что-то тут интересное, что можно было и отдохнуть, и что-то новое для себя узнать. Потом хорошее место по берегу Казанки, прогуляться. Как-то центр был, притягивал. Сейчас НКЦ популярен меньше, чем был раньше. Но где, как ни в здании с атмосферой прошлого века, можно по-настоящему узнать историю своего города. Александра Волкова, Максимолов. Новости на Первом городском. Новости на Первом городском. Продолжение следует...